Ну вот мы и начинаем наш обход питерских мест рокерской славы. Начинаем со знаменитой Камчатки, где Виктор Цой работал кочегаром, чтобы избежать наказания за тунеядство. Потому что в Советском Союзе была статья, если ты нигде не работаешь, то тебя сажают за тунеядство. Хорошая статья была, кстати. Лукашенко хотел сейчас восстановить ее у себя в Белоруссии. Чтобы не баловались люди. Поэтому идете глядь. Кратко расскажу о кочегарке под названием Камчатка. Находится она во дворе дома номер 15 по улице Блохина. Но это не тот Блохин, который футболист киевского Динамо. Дважды обладатель кубка УЕФА и золотой бутсы, как лучшие нападающие Европы за 1975 год. А участник революции 1917 года Константин Блохин. Герой гражданской войны. Хотя для меня всегда остается большим вопросом. Как можно быть героем в гражданской войне, стреляя не в каких-то там фашистов-захватчиков, а в таких же граждан твоей страны, как и ты сам. Только думающих по-другому. Но это так, небольшое лирическое историческое отступление. Вернусь к кочегарке. Дом старый, ветхий, неухоженный. Поэтому власти давно хотят этот дом снести и построить на его месте что-то другое. Но пока поклонники Цоя не дают это сделать. Каждый раз поднимают целую бучу протеста. И власти на какое-то время отступают. Двор такой же, неухоженный. Все стены дома разрисованы граффити с разными портретами Цоя. Есть мемориальная табличка и бюст музыканта из какого-то черного материала. Во дворе постоянно находятся туристы. Немного, но постоянно приходят новые, фотографируются. Я, конечно, небольшой любитель музыки, группы кино. Но отдаю должное тому, что это настоящие рокеры. Которые были рокерами по своей сути. Все равно, что они играли. Это были настоящие рельгенционеры. В 80-е годы они взрывали нашу страну. Поднимали ее на баррикады. Не просто так. В Белоруссии сейчас протестанты поют песню «Перемен». «Перемен». Людям хочется перемены. Цой поймал эту волну и пел про перемены. Пойдем. И вот так вот неприметный питерский паренек оставил большой след в нашей русской рок-музыке. Что значит любить свое дело, отдаваться ему полностью и идти до конца. Вот такой вот человек уважаемый. Ну а теперь спустимся в святая святых. В саму кочегарку. Сейчас там бар. Пойдем. Кочегарка, которая теперь превратилась в музей Цоя, представляет собой небольшое подвальное двухкомнатное помещение с туалетом. Одна, большая комната, была непосредственно кочегаркой с топкой и углем. Другая, которая поменьше. Видать, была комнатой отдыха с туалетом. В ней даже имеется форточка. Теперь здесь бар-музей Цоя. В помещении все время негромко звучит музыка группы кино. Продают различные напитки и сувениры с символикой Цоя. На стенах висят всевозможные картины и виниловые пластинки группы кино. Над топкой висит художественно выполненная лопата. Основной инструмент кочегара, но совмещенный с гитарными струнами. Есть полки с кассетами, видеокассетами, компакт-дисками. Бармен продает еще и другую атрибутику. Мы приобрели значки, спички, магнитики, две кружки с различными портретами Цоя и компакт-диск с символичным названием начальник Камчатки. А также взяли две чашки кофе, который выпили за простым струганным деревянным столом, сидя на таких же простых струганных лавках. Ну вот, такое культовое место прекрасное сделали. Тут еще и концерты живые, но, к сожалению, мы их не посетим. А кофейку выпьем. Помянем. Рокера знаменитого. Мне часто, мне, комментаторы говорят, вот у тебя голоса нет. Поэтому ты плохой музыкант. На что я могу только привести пример Виктора Цоя. Потому что главная в рок-музыке, это энергетика лидера группы. Вот у него была харизма, энергетика. Именно поэтому он так увлек за собой людей со своими простыми мелодиями, со своими простыми текстами. Харизма, энергетика. Вот что главное в рок-музыке. А не то оперный голос, и человек умеет ноту тянуть или нет. Да это абсолютно все равно. Это рок-музыка, а не опера. Ну что могу сказать. Хорошая кочегарка. С комфортом. С отдельной комнаткой для отдыха. И еще одна комнатка для отдыха. Так что так вот. Вот где закалялась старый. Где закалялись питерские рок-музыканты. Вот здесь, в кочегарке у Цоя. Возьмем начальника Камчатки с собой. Столы и лавки стоят справа от угольной топки. Получается в таком небольшом концертном зале. С небольшой невысокой сценой. На которой стоит ударная установка и звуковая аппаратура. И здесь по вечерам различные приходящие музыканты играют каверы на песни группы кино. Другие песни, насколько я понял, здесь не играют. Расскажу еще, когда, где и в чьем исполнении я впервые услышал песни Цоя. Это было в далеком 1982 году. Я тогда служил на Тихоокеанском флоте на Камчатке. И к нам попал служить парень из Москвы, Игорь Бахромеев. Может услышит меня, да отпишется. А то я его с тех пор так и не видел, хотя в Москве уже живу 32 года. Так вот, он был такой музыкальный парнишка и все время что-то напевал. Текст одной песни меня заинтересовал. А я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Для Советского Союза того времени это был очень необычный эпатажный текст. Поэтому он резанул мне ухо и запомнился. С его слов я узнал, что это некая группа кино. Вот так я и узнал о существовании не Цоя, а именно группы кино. А его самого я увидел уже намного позже, в великолепном фильме Сергея Соловьева «Асса». Очень харизматично он выглядел. Настоящая рок-звезда. И очень хорошо охарактеризовал Цоя как героя фильма, его товарищ, устраивавший его играть в ресторан. Отвечая на вопрос администратора по поводу его прописки, он сказал, что это поэт. Поэтому он просто живет на земле без всякой прописки. И конечно же там в фильме я услышал его знаменитую песню «Перемен». Очень актуальная на то время была песня. То есть Цой уловил дыхание времени. Он был вестником тех самых перемен, что произошли тогда в Советском Союзе. Думаю, успех фильма в немалой степени зависел и от участия в нем Цоя со своей знаменитой песней. Культовый фильм. Сам несколько раз его пересматривал. Что могу сказать о музыке группы кино? И в силу своих музыкальных навыков, и под влиянием времени, они работали в популярных тогда стилях «Панк» и «Новая волна». Это простая музыка, доступная и для понимания, и для исполнения простыми дворовыми городскими ребятами. Но группа кино – это не просто какие-то подражатели. Они создали собственный стиль. Они узнаваемы сразу. В первую очередь, конечно же, благодаря вокалу Цоя. Я уже не раз говорил, лицо любой группы – это вокал. Сама же их музыка проста. При игре и при записи они зачастую использовали электронную драм-машинку. Что придавало музыке налет попсовости. Но это настоящие рокеры по своему революционному духу. Ведь рок-музыка – это всегда музыка протеста. Вот взять, к примеру, рок-группу Волощука СД. Ну, против чего можно протестовать в 20-м году 21-го века? А мы вот, я имею в виду рок-группу Волощука СД, чтобы быть слегка пооригинальней, решили протестовать против засилья в нашей жизни и в нашей российской рок-музыке безделья, паразитирования, мата, пошлости, тупого акина, злободневщины, грязного звука и примитивизма. Так что я надеюсь, что мы, как и группа кино с Виктором Цоем, также являемся достойными продолжателями наших революционных протестных рок-традиций. Когда-то я служил в военном флоте. Эсминец на Камчатке наш стоял. И кочегарку, там, где Цой работал, народ тоже Камчаткой называл. И Виктор Цой здесь не один работал. Трудился Фирсов, Рыбин, Башлачев. Такой рассадник питерского рока. Квартирники устраивал здесь Цой. Кем создается место притяжения? Временем, космосом или людьми? В какой-то кочегарке зарождалось вдохновение. Хором уже, как правило, на этот счет пусты. Давно хотят снести все это здание. И кочегарку Цоя вместе с ним. Но пока держат оборону меломаны. Надолго хватит ли у меломанов сил? Сдает позиции рок-музыка в России. И в Питере давно уже сдает. Рок-клуб закрыт. Сайгона нет в помине. Эта же участь, думаю, и кочегарку ждет. А в мире рок все так же процветает. И здесь, уверен, все в наших руках. От нас зависит, выведем ли рок мы из подвалов. И поселить сумеем в человеческих сердцах. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащу 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин